МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане было отмечено, что в регионе по итогам 2015 года достижение целевых показателей, определенных указами президента, имеет положительную динамику. Показатели касаются мер реализации государственной социальной политики, политики в области образования и науки в сфере здравоохранения, демографии, обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и совершенствованию системы государственного управления. Руководители профильных департаментов предоставили информацию о ходе выполнения в 2015 году 40 наблюдаемых целевых показателей, определенных указами президента, и обсудили меры, предпринимаемые для достижения плановых значений. Говоря о предоставлении государственных услуг населению, в округе в полном объеме завершены мероприятия по созданию сети многофункциональных центров. Активно ведется работа популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По результатам социологического исследования, уровень удовлетворенности граждан к качествам предоставления государственных и муниципальных услуг в Нинецком округе в 2015 году составил более 91%. Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо развивать конкуренцию между государственными и частными предприятиями. Так, создавая здоровую конкуренцию на рынке услуг ЖКХ, можно достичь снижения тарифов без ущерба качества предоставляемых услуг. Одним из способов реализации этой задачи может стать передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным. Это поможет снизить нагрузку на бюджет. Наряду с ростом социально-экономического развития региона в 2015 году наблюдался устойчивый рост промышленного производства. Достигнуты высокие показатели по объему инвестиций в основной капитал. Положительная динамика наблюдается и в строительстве жилых домов. Сохранилась динамика роста численности населения округа. Об этом заявила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко. Стабильным на территории округа остается и финансово-экономическое состояние хозяйствующих субъектов. Индекс промышленного производства в 2015 году по сравнению с 2014 увеличился на 7%. Положительную динамику сохраняет и добыча полезных ископаемых. Рост тоже зафиксирован на уровне 7%. Аналогично складывается ситуация с обрабатывающими производствами, где индекс производства составил практически 102%. По предварительным данным, вырос и объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками, введено в действие жилья 35,5 тысяч квадратных метров общей площади или 542 квартиры – это на 1,7% выше, чем в 2014 году. Говоря о бюджете, стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2016 года объем доходов консолидированного бюджета округа составил 18 млрд 470 млн. рублей, объем расходов – более 20,5 млрд, дефицит бюджета – более 2 млрд. рублей. В Минстрое хотят снизить плату за коммуналку. Это станет возможным благодаря маркировке жилых домов по классу энергопотребления. Классификатор, который будет составлен по аналогии с бытовой техникой, появится уже в апреле. Сейчас он проходит согласование в Минэнерго, а затем будет зарегистрирован в Минюсте. В частности, в жилых домах будет учитываться как отопление, так и используемая электроэнергия для общедомовых нужд. Базовый коэффициент рассчитывается, исходя из градуса суток отопительного периода, условного количества дней, когда включено отопление в доме и внешней температуры воздуха. Для каждого города и региона он будет свой. Напомню также, с 1 января 2016 года застройщики обязаны сдавать дома с классом энергоэффективности не ниже «Б». В противном случае объект не получит разрешительные документы на ввод в эксплуатацию. По информации Минстроя, уже и сейчас регионы по своей инициативе маркируют дома. По предварительной информации, 13 тысячам домов уже присвоены классификаторы энергоэффективности. Больше всего таких домов в Бурятии, Татарстане, Марии-Эл, Чувашии, Кемеровской, Московской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Горячее воскресенье выдалось у жителей нескольких домов по улице Ленина в Нарьинмаре. На протяжении всего выходного дня на пульте единой диспетчерской службы 112 поступали сообщения о возгораниях в подъездах. Уже на втором вызове пожарным стало ясно. Речь идет о серии поджогов и, судя по словам наблюдательных жильцов, к этому причастны дети. Версия подтвердилась. Об этом заявили сегодня в управлении МВД по Нинецкому округу. Лица, причастные к серии поджогов, установлены. Хроника событий в следующем материале. Этому подъезду дома по улице Ленина 32 не повезло больше всего. Загорелись деревянные предметы. Деревянная лестница и деревянный шкаф, облитые горячей смесью, загорелись моментально. Пламя распространилось до потолка, посыпалась штукатурка. У меня же жена внюхала, что пламя до потолка было. Сильное задымление и едкий запах заставил жильцов верхних квартир выглянуть за двери. На лестничной площадке уже вовсю полыхал огонь. Первое, что пришло в голову – тушить самостоятельно, не дожидаясь пожарных расчетов. В тазахе и ведрах соседи по очереди таскали воду и гасили пламя. Уже по прибытию спасателей соседи самостоятельно, справившиеся с огнем, начали выдвигать первые версии случившегося и вспоминать подозрительные детали. Запах был бензина. Именно бензина. Значит, где-то дети взяли бензин. Не знаю, что у них тут, но непонятно, зачем это все им. Это как бы, по-русски называется теракт. Действительно, прежде чем выглянуть на лестничную клетку, жильцы услышали сильный грохот и, выглянув в окно, увидели детей, которые с криками «Давай быстрей!» выбегали из подъезда. Значение этим фактом придали только когда все было уже позади. Позже все подозрения соседей подтвердились. В ходе проверки совместно с сотрудниками полиции было установлено, что для воспламенения были использованы средства легковоспоменяющейся жидкости и горючей жидкости. Возможными причастными лицами были установлены лица несовершеннолетнего возраста. Подъезд дома 32 по улице Ленина стал промежуточным пунктом в маршруте юных пироманов. Атаки также подверглись подъезду домов 41 и 37 по этой же улице. Эпизоды схожи. Облили стены горючей смесью и подожгли. Уже сегодня стало известно, дети, которые подозреваются в причастности к серии поджогов, делают это не впервые. Два подростка 11 лет в декабре прошлого года в подъезде жилого дома номер 27 по улице Ленина произвели поджог, в результате которого сгорели две детские коляски. Рецидив налицо. Только в этот раз к своим недетским играм они привлекли и своего восьмилетнего приятеля, который ранее участием в подобных делах не отличался. Было установлено, что два подростка 11-летних, они уже состоят у нас на учете в отделе по делам несовершеннолетних, ранее были причастны к подобным поджогам. А первоклассник, он первый раз совершил такое данное правонарушение и вот уже теперь будет состоять на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Далее сотрудники УМВД будут хантастовать о направлении двух-четырехклассников, о направлении их в центр несовершеннолетних правонарушителей в город Архангельск. В настоящее время по факту поджогов проходят проверки, опрашиваются свидетели, ведется работа с родителями детей, которые, возможно, причастны к правонарушениям. А пока сотрудники полиции призывают жильцов многоквартирных домов проявлять бдительность и оперативно реагировать на присутствие подозрительных посторонних в вашем подъезде. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре наградили победителей регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года-2016». Впервые в этом году в конкурсе появилась номинация «Преподаватель». Учение «Свет» Северный Федеральный Арктический Университет предоставляет для абитуриентов округа 96 целевых мест. В 2016 году САФУ примет по целевому набору 35 студентов на очное отделение и 61 на заочное. Прием документов для поступления в университет будет организован на территории округа в июне. Абитуриенты, окончившие 11 классов, будут поступать на основании результатов ЕГЭ. Обладателям дипломов по профессиональному образованию необходимо будет пройти вступительные тесты вуза. 7 апреля на базе филиала САФУ начнутся подготовительные курсы к поступлению по математике. Кроме того, в 2016 году для заочников САФУ будут организовывать только одну выездную сессию. Для студентов пяти специальностей зимняя сессия будет проходить также в Наринмаре. Помимо САФУ в этом году Ненецкий округ будет сотрудничать с Ухтинским техническим университетом, Российским государственным университетом физкультуры, спорта, молодежи и туризма, Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена и Гидрометеорологическим университетом в Санкт-Петербурге. Эти вузы также готовы предоставить целевые места для выпускников из округа. В настоящее время департаментом образования, культуры и спорта НАУ ведется работа по заявкам на места для округа. Как пояснили в ведомстве, для обучения за государственный счет будущие абитуриенты должны заключить трехсторонний договор студент-работодатель вуз, который будет гарантировать им дальнейшее устройство на работу по специальности. Ну а тем, кто уже завершил обучение в филиале САФУ в Ненецком округе, сегодня вручили заслуженные дипломы. 62 человека прошли обучение по программе профессиональной переподготовки государственное и муниципальное управление. Слушателями курса лекции стали граждане, замещающих должности государственной гражданской муниципальной службы либо претендующих на занятия таких должностей. Вручению дипломов предшествовала защита итоговых аттестационных работ. Они были связаны с социально-экономическим развитием территории, внедрение централизованной библиотечной системы в Ненецком округе, создание рекреационной зоны в районе Голубых озер, открытие музейного комплекса под открытым небом как средство сохранения и популяризации объектов культурного наследия округа, экологические проблемы округа, утилизация накопления бочкотары и пути ее решения на примере поселка Амдерма. Обучение по программе профессиональной переподготовки государственное и муниципальное управление организовано по заявке аппарата администрации Ненецкого округа. Оно проводится без отрыва от работы в выходные дни и в вечернее время. Профессионалы и ценители своего ремесла в Ненецком округе наградили победителей регионального конкурса педагогического мастерства «Профессионал года-2016». За победу в пяти номинациях состязали 17 педагогов из городских школ, школ поселков Красный, Нельмин-Нос, села Тельвиска, деревни Антик, а также социально-гуманитарного колледжа. Валентина Чибичек узнала имена лучших из лучших. Такими бурными овациями зал приветствует Надежду Панову. Преподаватель социально-гуманитарного колледжа стала победителем регионального конкурса «Профессионал года». В этом году номинация «Преподаватель» введена впервые. Теперь по праву можно сказать, конкурс объединяет всех работников сферы образования – преподавателей, учителей, воспитателей, начинающих педагогов, учителей родного языка. Последняя номинация, по мнению Степана Бобрецова, федерального инспектора по Ненецкому округу, особенно важна. В регионе проживает коренное население, которое не должно забывать родной язык. По мнению жюри, методика преподавания ненецкого языка Людмилы Соболевой из Нельмин-Носа отвечает современным требованиям образования. Эффективная, конечно же, наглядность. Наглядность, чтобы дети знали. Не просто так, что вот он чум, он так-то состоит. Нет, должны быть вот эти все наглядные материалы. У меня в кабинете есть макет чума, у меня есть макеты кукол в национальных одеждах. И я им вот именно на этих примерах всё показываю. Помимо теоретических знаний, каждый педагог даёт детям знания жизненные. На церемонии награждения Игорь Кошин отметил, педагоги берут на себя всю ответственность за подрастающее поколение, а значит, могут влиять на будущее округа. Я обращаюсь ко всем вам, прошу вас, рассказывайте больше об округе, рассказывайте про экономику, рассказывайте про востребованные специальности, с тем, чтобы наши детки получали необходимое и нужное образование, и с тем, чтобы могли не просто найти себя в жизни, а достичь определённых успехов, создавать семьи, расти детей, иметь на всё это все необходимые возможности. Определиться с профессией до выхода из стен школы очень полезно, считает Анастасия Торопова. Молодой специалист ещё в школе знала. Ей по душе творчество. Окончила педагогический факультет САФУ и вернулась в родной регион. Почти сразу нашла работу по своей специальности. Учитель технологии. Два года работы в школе показали. Выбор сделан правильно. В первую очередь нужно идти осознанно к этому, прийти. Когда вступаешь ты в университет, ты уже знаешь, что точно пойдёшь ли ты на эту специальность. И уже после окончания вуза, конечно же, лучше вообще идти в школу как педагог, как учитель. Идти это нужно осознанно. То есть, если ты уже целенаправленно думаешь, что то, что ты будешь и сможешь справиться, то, конечно же, да. В номинации «Учитель года» свой опыт представили четыре педагога. Наивысшую оценку жюри получил открытый урок Ирины Воробьёвой, учителя математики школы номер пять. Воспитателем года признана Ольга Князева, музыкальный руководитель детского сада «Солнышко». Обе победительницы представят Ненецкий округ на всероссийском уровне. Федеральный этап профессионального конкурса пройдёт осенью 2016 года. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре идёт подготовка к соревнованиям на снегоходах. В режиме реального времени трансляция соревнований будет идти на телеканале «Север» и в эфире радио Наринмар ФМ. В Наринмаре идёт подготовка к соревнованиям на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Своё намерение стать спонсорами соревнований подтвердили 16 компаний, работающих на территории НАУ. Традиционные гонки на снегоходах пройдут в Наринмаре 26 марта уже в 20-й раз. Место проведения соревнований осталось прежним. Это район Качгартинской Курии. За 20-летнюю историю гонок оно признано лучшим для зрительской аудитории. Участникам соревнований предстоит побороться за победу в четырёх категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, женщины, ветераны, представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. Открытие, построение и приветствие начнётся в 10 часов утра. Через 20 минут стартует женский заезд. Далее с 10.40 до 11.40 пройдут отборочные заезды у мужчин на Буранах. В 11.40 отборочный заезд в классе свободный. В 12 часов на старт выйдут ветераны. Финальные заезды у мужчин на Буранах и их снегоходах пройдут в 14.00 и 14.20 соответственно. В этом году для удобства и безопасности гостей мероприятия в районе, где будет размещена торговая площадка, установят большой светодиодный экран. На нём будут транслироваться старты и финиши заездов. Светодиодный экран повысит уровень безопасности, при этом сохранив всех краски и дух заездов для гостей праздника. В режиме реального времени трансляция соревнований будет идти на телеканале «Север» и в эфире радио Наринмар ФМ. Спорткомплекс «СМУ» стал ареной восточных единоборств. На татаме сошлись юноши и девушки от 7 до 17 лет. В соревнованиях 22-го турнира по тэквондо приняли участие как те, кто недавно пришёл в спорт, так и те, кто имеет заслуженные награды. Один из них – Матвей Жердецкий. Он занимается тэквондо 9 лет. На первенстве Европы 2013 года занял 4-е место. Я с 4-х лет хожу, я не могу сказать точно число. А почему вы не можете тэквондо? Потому что, чтобы за себя мог постоять, чтобы именно в какие-то ситуации, чтобы не получить... Ну, в общем, для самозащиты, можно сказать, и для того, чтобы было чем, что сказать своим детям. Ты не являешься? Может, у тебя разряд несколько лет? Да, второй юношеский разряд. Два юношеских, получается, по фирмондо есть три вида спорта. Это ГТФ, ВТФ и ИТФ. У меня ВТФ и ГТФ – два юношеских разряда. По итогам соревнований в командном зачете Матвер Жерецкий занял первое место. Турнир проходил два этапа. Это Хьонги – базовая техника, и Масуги – поединки. Среди участников соревнований были победители всероссийских турниров по тэквондо. В октябре месяце ездили на всероссийские соревнования московский турнир. Ребята, девочка Маркова Мария заняла первое-второе место. В двух разделах Масуги – спарринг, и Хьонги – базовая техника. Серебряков Игорь занял второе место по боям. Адамов Максимус занял первое место по Хьонгам. Это базовая техника. И Татаревич Виктор занял третье место по боям. По словам организатора, турнир прошел на достойном уровне, и ребята показали хорошую подготовку. Наше соревнование традиционное. Мы всегда ему уделяем очень большое внимание и относим очень крепко к этому соревнованию. Уже с 95-го года традиционно мы включаем свой календарный план всех соревнований. А сколько возраст участников? Возраст участников у нас от 7 до... На этих соревнованиях 7-17 лет. По итогам турнира все участники получили памятные грамоты, а победители – заслуженные кубки и медали. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды. Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».